красота вот это снять очки чтобы получить удовольствие друзья и поверьте мне это не геленджик не кабардинка это мои дорогие город курорт анапа как вам нет еще лавочек нет мусора но проход уже открыли работает велодорожка вот такая красота вас здесь ждет мои дорогие я снимал еще когда даже не открывалась она так сказать первый ворвался все показал на сегодня приглашаю вас прогуляться и вместе посмотреть своими глазами пролететь получить удовольствие ведь мы это с видит это сами Мы стоим сейчас в районе Утесово, в ту сторону у нас ореховая роща. Можете увидеть, сколько людей собирается на набережную. Здесь еще она не готова. Ведутся работы. Так понимаю, что это как зона отдыха будет какая-то, потому что слишком большие ступени. Здесь же у нас велодорожка. Очень красивая, мощенная гранитная, наверное, плиткой прогулочная зона. И Анапская набережная теперь стала прям местом притяжения всех людей, которые сюда приходят на отдых. Это сидеть, сидеть. Сидеть? Да. Это зона отдыха будет. И кинотеатр? Вон, каждый день смотрите на море, на закаты. Встречайте, провожайте. Великолепно. Спасибо. Критика была в плане того, что нету скамеечек, там нету деревьев. Надеюсь, что нас услышат. И деревья посадят. Скамеечки по-любому, я думаю, появятся. Мусор какие-то тоже должны быть. И также был разговор, что, Юра, ты критиковал, когда строили эти здания. А сейчас ходишь восхищаясь о набережной. Я до сих пор не довезу эти здания, потому что хрена ли они тут стоят так близко к набережной. Вот набережная мне очень нравится. А хотел бы, чтобы по всей Анапы такая появилась. Но здесь еще фишка в том, что губернатор приехал, говорит, ну, ребят, уже никто не виноват. Строится как строится. Что делать, короче? Как будет, так будет. То есть, что я? Маленький я из Анапы против губернатора. В тот момент, когда мы за него смогли докричаться, он пообещал нам все посносить. Кстати, ничего такого не снесли особо. Там, видите, какой-то недострой построили и снесли. Который стоит возле красными крышами. Стреление Фея 5, она на месте. Та, которая на джемоте, возле пирса. Где губернатор говорил о том, что есть власть у нас или нет, так же стоит на месте. И здесь вот построили набережную. Строю, так что, ну, что-то хорошее хотя бы приносит у нас жизнь. И это великолепно. И давайте я прокритикую набережную. Потому что он скажет, что все прям классно. Вот здесь прогуливаешься, беленькая, красивенькая. Но здесь болячь отхватило не везде. То есть, мы можем видеть, что появляется металлическое ограждение на спуске по центру. То есть, оно также будет ржаветь и не радовать нас. Жалко. Было бы, конечно, круче, если бы вот в таком формате потратились, чтобы сделали все. И тогда бы вообще никаких претензий бы не было. А так, получается, что немножечко металла все-таки привносят в нашу жизнь. А он будет, ну, реально выбиваться из всей композиции. Потому что у нас море не щадит ничего. И все металлическое ограждение. Хотя, может быть, это не металл. Может, это чугун. И он никогда не поршевеет. Но что-то я сильно сомневаюсь. Ладно, ребят, не будем портить наш, как говорится, общий вид. И, наоборот, наслаждаться с этой красотой. Потому что, действительно, ты идешь, как будто не в Анапе находишься, а в каких-то других далеких местах, недоступных нам. И это очень радует, что у нас все-таки появляется такая красота. Хотелось бы, чтобы действительно по всей набережной Анапы были вот такие вот белые балясины, тротуары и велодорожки. И вроде бы даже немного ширины-то надо, чтобы это все появилось. И все были бы довольны. И велосипедисты, и гуляющие. И всем бы хватило места. Ну, конечно, есть всегда те, кто есть дорожка, но хочется ехать по тротуару. Блин, выбивается, так говорится, из колеи. И вот вам, пожалуйста, плашной пример даже здесь имеется. Ну, как есть, так есть. И, говорится, из песни слов не выкинешь. В общем, теперь это будет место притяжения, номер 2 в Анапе. У нас была новая набережная в Анапе. Санатория Малая Бухта, которую построил. И здесь, пожалуйста, возле вот этих апартаментов появляется тоже такая же. Сейчас всех интересует, сколько же будут стоить апартаменты здесь. Ну, мне кажется, что здесь поселится вся элита нашего Краснодарского края. И ничего тут особо продаваться не будет. Чисто, так говорится, под их существование. Ну, если вы знаете ценники, пишите обязательно. Будет очень интересно узнать. Здесь мы можем увидеть, что будут спуск вниз. Еще нас интересует, конечно, появится ли вот с центра вниз лестница. Или ее там не будет. Это прям вопрос на миллион, который нас сейчас всех интересует. Левая сторона у нас гастро-паб, тут бар. Сейчас, за то, что мы сверху находимся, он не сильно закрывает. Но, в любом случае, там можно посидеть, выпить с видом на море. Построился кафе-шатер. Было маленькое такое здание неказистое. А тут целые апартаменты такие появились. И, честно, в концепции белого цвета они вписываются прям великолепно. Паковку еще, к сожалению, здесь не открыли. Вы можете увидеть, что все готовится к тому. А, кстати, вот, смотрите. Дужу, это туалет для мужчин и женщин. Пожалуйста. И вот здесь будет парковка. Надеемся, что бесплатная для всех желающих. Причем с заездом отсюда и выездом с той стороны. Там будет мусорка стоять. То есть все очень красиво. Остается вот здесь сделать современную еще детскую площадку, чтобы не все спускались вниз для занятия на той. И было бы нереально классно. Здесь у нас помимо кафе-шатер есть кафе-парус. Вы можете видеть, как люди прям уже играют даже на набережной. Ну, шикарно. Это будет очень крутое место в Анапе, куда вам всем приходится приезжать, чтобы делать красивые фоточки. Так что я рад, когда появляются такие новые места притяжения в городе. Это наша старая набережная с пластиковыми ограждениями. Выглядит просто нереально стрёмно. Но здесь после моего прошлого вторжения натянули по три полосы, чтобы сюда никто не заходил. Можете увидеть, как выглядит стеклянная набережная. Это техконцепция просто фантастика. И там, и здесь. Ну, что вам сказать, друзья? Это очень круто, дамы и господа. Ну, там снизу люди отдыхают. Смотрите, какое море, тупаются. Красотища. Красотища.